Улица Туркестанская. На 200-метровом отрезке пути мы насчитали 5 заведений, где разливают пенные напитки. Причем со скидками и акциями все законы маркетинга соблюдены. Ну как тут не зайти и не пропустить стаканчик? На каждом углу. То у нас ведется борьба с алкоголизмом, а это зачем открывает их, не знаю. Спортивные площадки, мне кажется, надо строить. Молодежь поднимать, да, молодежь поднимать, а не пивные вещи, в пивные дела вкладывать деньги. Секрет такой популярности пивнушек прост. По сути, это самый легкий бизнес. Нужно только найти помещение, нанять продавца. Напиток и оборудование предоставляет пивоваренная компания, лицензия на продажу не нужна. Не нужно каких-то там особых изысков в меню, не нужно хороших столов. Ну, то есть, есть вообще практически никаких нет ограничений по наличию кухни. Единственное, конечно, в этом предприятии должен быть туалет. А самое главное, в таких заведениях разрешено продавать алкоголь после 10 вечера. Ведь, в принципе, это не магазин, а закусочная. То есть, правила те же, что и для баров и ресторанов. Вот и открываются пивнушки одна за другой. Доходит до того, что в одном доме может быть до трех таких заведений. И это законно. Размещение произвольное. Есть определенные ограничения по размещению такого вида предприятий в жилых домах. Они введены областным законодательством. Но они тоже в настоящее время недостаточны. Поэтому, в основном, конечно, запретов никаких нет на размещение таких объектов. А еще пиво не воспринимается многими как алкогольный напиток. Крепкость ведь ничтожная. Но старые добрые химикаты, которые содержат пенные, никуда не делись. И чрезмерное потребление, что называется, чревато. Пиво в силу своего состава химического приводит к изменениям обмена веществ, гормонального обмена. И как следствие этого возникновения у людей, чрезмерно употребляющие пиво, жировые отложения. У мужчин это, так сказать, приводит к импотенции. Да и по поводу качества напитка не всегда можно быть уверенным. Проверки проводятся редко. Да и то, как правило, только после обращения тех, кто уже отравился. Плановые проверки проводятся, к сожалению, не так часто. Раз в три года. И, как еще раз хочу сказать, что их количество практически уменьшилось. Для начинающих предпринимателей тоже самое есть ограничения. Да, их три года нельзя проверять. Поэтому наиболее эффективно все-таки это вне плановой проверки по жалобам жителей. Несмотря на это, пиво по-прежнему едва ли не самый ходовой товар в стране. Сколько бы ни объясняли населению его вредность, люди все же прикладываются к кружке. На сегодняшний день каждый житель, по статистическим данным, каждый житель России потребляет 60 литров пива в год. И, конечно же, доступность, она приводит только к увеличению числа потребителей, увеличению количества и тех осложнений, тех последствий губительных для здоровья каждого человека. Вот и получается, что пивных в городе больше, чем в спортивных залах, а отдых со стаканчиком пенного уже приравнивается к национальной традиции. Сейчас в Оренбурге насчитывается не одна сотня так называемых пивнушек. Особенно летом, когда прохладительный напиток особенно популярен, число таких заведений всегда резко подскакивает. К вязчему неудовольствию борцов за воспитание здоровой нации и приверженцев здорового образа жизни. Впрочем, пока будут желающие выпить, будут желающие и предложить. Основополагающий экономический закон о спросе и предложении как нельзя лучше отражен на примере оренбургских пивнушек. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.